Ярко и красочно прошел финал республиканской акции «Единый день безопасности» на площади городского дворца культуры Орша. На территории республики, а также и в Оршанском районе, с 1 по 10 сентября проходила республиканская акция, так называемый «Единый день безопасности», который включал в себя очень широкий спектр мероприятий, начиная от массовых мероприятий, заканчивая различными обучениями, в том числе детей подрастающего поколения, взрослого поколения, пенсионеров наших. Но что хочу сказать, что все учреждения образования были подвергнуты отработкам планов эвакуации. Еще раз детям мы напомнили основы безопасности жизнедеятельности, элементарные требования, провели уроки безопасности с первоклассниками, также с 1 по 4 класс учениками. Ну а в целом ряд было хороших мероприятий у нас в районе, куда были задействованы не только работники МЧС, но и службы взаимодействия, в том числе и Горгаз, и Энергонадзор, и социальная служба. То есть в принципе все субъекты профилактики, ГАИ, РУВД, занимаются в целом вопросами безопасности в своей сфере деятельности. Спасатели удивили присутствующих необычными конкурсами и испытаниями, ведь детям и взрослым пришлось иметь дело с пиратами. Квест «Остров 112» мог пройти каждый желающий. На интерактивно-развлекательных площадках участники оказывали помощь пострадавшему пирату, налаживали связь между экстренными службами и островитянами, рассказывали, как правильно жечь костер и топить печь, находили ответы на загадки и головоломки, подготовленные работниками МЧС, и, собрав все метки на карте, бежали получать ценные призы. По вниманию жителей города были представлены интерактивно-развлекательные площадки, демонстрация техники и снаряжение всех служб. В рамках «Единого дня безопасности» объединились все экстренные службы Оршанского района. На площадке госавтоинспекции каждый желающий, взрослый и дети могут проверить свои знания правил дорожного движения, поучаствовать в различных конкурсах и викторинах. Также познакомятся со служебным автомобилем сотрудников ГАИ и специальными средствами, которые они используют в своей повседневной деятельности. В период проведения Республиканского дня безопасности сотрудники ГАИ посещали трудовые коллективы, а также учреждения образования, где проводили с школьниками, а также со взрослым населением профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения, отвечали на интересующие вопросы, проблемные темы. Наше учреждение принимало участие абсолютно во всех направлениях учреждения образования, учреждения средиопрофессионального образования, детские и дошкольные образования. В том числе проводили день открытых дверей у нас в учреждении с целью того, чтобы показать, какие могут быть непредсказуемые опасности ожидать малышей, поскольку внимание малышей может быть еще не настолько сконцентрировано, как это может быть. Поэтому я думаю, что эти мероприятия очень важны, нужны особенно в начале учебного года. На протяжении мероприятия гостей радовали творческие номера, подготовленные коллективами Дворца культуры Орша. Основной целью этого проведения мероприятия – это максимальное снижение гибели людей от внешних факторов. И, конечно, перед нами стоит задача первая – это развитие в обществе культуры безопасности, жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательных мероприятий, особенно с подрастающим поколением, и пропаганда безопасных условий проживания. Поэтому в рамках вот этих целей задач были проведены у нас в районе ряд мероприятий, прошли встречи в коллективах, с трудовыми коллективами, также прошли учебные тренировочные мероприятия по эвакуации. 4 сентября в рамках спортивного массового мероприятия «Первый шаг к Олимпу» тоже все службы приняли активное участие, прошло такое крупное мероприятие. Поэтому, ну, конечно, основная задача – это больше внимания уделять подустащим поколениям, чтобы те навыки, которые мы им придаем, всегда пригодились везде, и они в любой критической ситуации не расстрелялись.